Всем привет! С вами блог Бородатый пиво. И сегодня у нас с вами 15 выпуск. И по обыкновению это эксклюзив. Об этом пиве я вам уже упоминал, наверное, в третьем, четвертом и последующих выпусках. Я вам говорил об этом пиво варни, о том, что это одно из лучших пив, которое варится. Вот, поэтому с радостью представляю вам. Это лоботомия. Причем здесь написано левостороннее. Были бутылки еще и правосторонние, но, как я понял, они не отличаются. И к тому же я еще и не успел взять. Я успел взять только левостороннее. Что хочу сказать. Достать это пиво было непросто. Дело в том, что в Москве завезли не так во много точек и не очень больших количествах. А я, когда покупал, оставалось последние три бутылки. Вот, потому что я купил две. Вот, поэтому скажу вам сразу, пиво вкусное. Я уже его попробовал вчера. Специально продегустировал. Сейчас мы будем с вами его пробовать. Давайте открывать. Как обычно, на вкус. На запах чувствуется небольшая сладость. Сейчас нальем, посмотрим. Посмотрите, какая темная консистенция. Это пиво настолько плотное, что оно похоже на нефть какую-то. На запах, на запах, как я и говорил, что чувствуется сладость. Немножко есть такого обжаристого запаха. Давайте попробуем. Я могу, наверное, пожалуй, этот вкус сравнить с тем, что... Ну, во-первых, во-первых, здесь чувствуется карамелизированный солов. То есть он явно чувствуется, там сладость такая. Есть кофейные послевкусия. Если вы вспомните мой обзор про Костил Донкер. Вот. Тут он очень похож. Но здесь плотность 30. Это намного сильнее. Вот. И здесь 13 градусов. Он 12,8, что ли. Это тоже о себе дает знать. Поэтому очень-очень-очень вкусное пиво. Должен вам сказать, что я сначала немножко удивился, потому что раньше под лоботомию, когда делали, они писали о том, что это российский имперский ставок. На текущей лоботомии они написали американский имперский ставок. Дело в том, что я вот думаю, это все вот именно из-за карамелизированного солода. Потому что если бы это был настоящий рис, то он должен был быть горьким. В нем ничего не должно быть именно такого сладенького. То есть это же российский имперский ставок. Он должен быть очень таким по-русски жестким. Ну, сейчас еще немножко проявляются, может быть, нотки дурбона. Потому что я это видел на бутылке. Вот, они, возможно, слишком слабые. В прошлом у лоботомии это сильно выделялись, потому что туда добавляли щепу. И было такое там чувство, как будто ты пьешь пиво, а на самом деле ты пьешь... Нет, как будто ты пьешь диски, а на самом деле ты пьешь пиво. Вот так вот. Вот, поэтому прошлое было еще и 15 градусов. Хорошо, почти не как обычно. Что бы вам такое по плотности сравнить? По плотности это как будто вот кисель. То есть, очень прям такое вязкое, вязкое, вязкое. Вот, я пью, а жидкость, она потихоньку все еще стекает со стенок. Не знаю, насколько это хорошо будет видно на видео, но, возможно, вы учитесь. Скажу вам, пожалуй, историю о прошлой лоботомии. В прошлый раз это было, насколько я помню, два или три года назад, я сдавал на права в этот день. И как только появилась информация, она появилась в 12 часов. У меня о том, что лоботомия пришла, приехала в Москву с главки в МАК. Я, естественно, сдавал на права, не мог отлучиться, но в 6 часов я быстро поехал на Кузнецкую вкладку в МАК, чтобы ее купить. Я стоял в очереди довольно долго, передо мной все покупали лоботомию, передо мной купил парень последние четыре бутылки, которые были по 0,5. Мне осталось взять только на кране. Я взял два палитра на кране. И, когда я проснулся с утра, то в официальной группе в главке МАК написали, что в 8 часов вечера закончилась вся лоботомия. То есть за 8 часов разобрали всю абсолютно партию, которую сварили. Это было для меня очень фантастическое, потому что никакое другое пиво его так быстро не разбирает. В этот раз все было тоже примерно так же, потому что в главке МАК его не завезли, но завезли его в другие точки. И я только на второй день сумел его купить в баре под названием Элистаут, если я правильно помню, на университете, который находится. И все, и в нем оставались три последних бутылки. Вот настолько быстро все расхватывается. сложно будет купить такое пиво, если вы его не купили уже. Если вы купили, то вы, наверное, согласитесь со мной по вкусу. еще хочу сказать, что у них всегда был их фирменный бренд, ну то есть это вот голова человека. Вот поэтому, если вы все-таки меня смотрите и видели, что у вас продается это пиво, скорее бегите и покупайте последнее, что вы можете купить. потому что прошлое было пиво два или три года назад. Оно варится довольно сложно. Его, как я понял, сами создатели не очень хотят варить. бояться, что не разберу в парке, естественно. Вот, но оно того стоит. Естественно, это самое дорогое пиво нашего обзора, наших всех обзоров. За вот такую вот 0,33 мне пришлось заплатить 490 рублей. Никогда еще не было такого дорогого пива на наших обзорах. Так что, цените. Как я и говорил, хронотажа мне не хватило. Пиво я допил. Даже не успел вам рассказать историю, поэтому дополню до конца. В общем, это пиво очень сложное в изготовлении. Дело в том, что его сначала варят три месяца. Целых три месяца за ним должен быть постоянный ежедневный контроль. После этого его сливают в бочки. Это либо бочки из-под вина, либо бочки из-под виски. Обычно используются, по-моему, бочки из-под виски. И это еще не все. После того, как его в бочках из-под виски продержали где-то там три-четыре месяца, его переливают в бутылках. В бутылке. Вот. Соответственно, в бутылках оно тоже еще отстаивается. Оно может отстаиваться в бутылках довольно долго, потому что люди пишут к примеру в Антапте о том, что они прошлую лоботомию по два года выдерживают в бутылках, потому что и говорят, что от этого вкус еще более насыщенным становится. Я не буду не знаю, что на это сказать, потому что я прошлую лоботомию выпил, в бутылке ее не отстаивал, к тому же у меня была разливная версия, то есть в пластике. Вот. А в пластике не очень-то хорошо отстаивать, собственно, как и любое. Так. Одну секундочку. Элис. Элис, нельзя. Мой второй из своих ведущей пытается приираться с микрофоном. К сожалению, это технические неполадки. Так вот, учитывая весь сложный процесс изготовления этого пива, я считаю, что цена в 490 рублей за вот такую вот 0,33 это вполне себе оправдано. Действительно, это дорого только потому, что у нас все стало дорого. Тут ничего не скажешь. вот. Поэтому, ребят, пиво очень классное. Обязательно, кто может, попробуйте. Как всегда, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, все ссылки будут в описании. Если вам есть какие-то вопросы, либо что-то интересно обсудить, пишите в комментарии, я посмотрю, отвечу по возможности. В общем, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok